Мы, в принципе, в последние пару лет регулярно собирали совещания для того, чтобы обсудить, что мы будем делать, когда нас объявят нежелательные организации. Поэтому я бы сказал, что морально, организационно мы, в принципе, к этому готовы, но это не значит, что будет легко. Все равно это очень плохой статус. Он означает уголовная вероятность, опасность уголовного преследования для тех, кто дает нам комментарии, дает нам интервью. Это вероятность уголовного преследования руководителей «Медузы», ну, понятно, известных журналистов «Медузы», просто людей, которые с нами сотрудничают. Это уголовное преследование для тех, кто репостит наши материалы. Нынешняя власть российская, она – это экзистенциальная угроза для России. Поэтому говорить о нашей работе как об угрозе к социальному конституционному устрою России, ну, это просто смешно. Медуза была заблокирована после 24 февраля в России. Тем не менее, «Медуза» сохранила многомиллионную аудиторию внутри страны. И я думаю, что это, ну, в общем, нынешнее решение, оно, конечно, напрямую с этим связано. То есть они крайне были, я думаю, разочарованы тем, что «Медуза» продолжила работать, сохранила аудиторию, сохранила журналистов России, каверидж плотный российских событий. Предположения такие, что работать будет очень тяжело, гораздо тяжелее, чем раньше, но, тем не менее, как бы нет никакого желания расходиться. И, конечно, редакция не опускает руки.